Приветствую вас на канале Школа Доктора Скачко! А я доктор Скачко! Врач, фитотропевт, диетолог. Автор десятков опубликованных научных статей. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть из которых вы можете заказать и через интернет. Автор сотен видео в интернете про правильное питание, как правильно лечиться, как заниматься профилактикой. В этом видео хотел бы осветить очень важную тему. Что такое быстро вылечить грипп? Часть людей считает, что если при гриппе есть насморк, то улучшив носовое дыхание, вы грипп автоматически вылечили. Другая часть людей, у которых беспокоит преимущественно кашель, считают, что если справиться с кашлем при гриппе, то грипп побежден. Третьи считают, что самая большая опасность при гриппе это повышенная температура. И как только вы ее собьете, опять-таки, вы грипп победили. Достаточно опасную инфекцию. Но! Почему же при этих всех победах вы чувствуете себя плохо? Правда, немножко лучше, чем Бубликов из известного фильма «Служебный роман». Вот что нужно делать реально, чтобы быстро вылечить грипп, вы узнаете в этом видео. А также какие ошибки не стоит повторять. Потому как последствия их малопредсказуемы. Что же такое грипп? Это острая респираторная вирусная инфекция. Входные ворота для которой слизистая верхних дыхательных путей. Как только хоть один вирус попадает на слизистую, развивается острый инфекционный процесс. И ваша основная цель помочь своему организму выработать надежный пожизненный иммунитет к этому вирусу гриппа. И не дать вирусу гриппа вызвать те осложнения, которые может вызвать также пожизненно в вашем организме. Хронический грипп, к счастью, в литературе не описан. Но! Более 100 видов вирусов гриппа присутствуют. И при нулевом иммунитете на входе, теоретически прожив 70 лет, человек может ежегодно дважды болеть гриппом, которые вызывают разные вирусы. Таких неудачников я не знаю. Но! Каждое заболевание гриппом опасно своими осложнениями. И как вести себя в этом случае, в случае заболевания, вы узнаете прямо сейчас. Как только вирусы гриппа попадают на слизистую носа, появляется отек, появляется чихание. Да, затрудняется носовое дыхание. Но! Эти реакции направлены на уменьшение попадания новых патогенов в вашу дыхательную систему. И удалению тех, которые попали. Да, вы опасны для окружающих, если не знаете как защищаться. И они не знают как защититься от инфекции. Но! Ваш организм борется сам за себя. Несколько хуже, если вирусы проникли слизистую трахеи. Появился сухой надсадный кашель, характерный для трахеита. Да, кашель вас изматывает. Но это защитная реакция, не пускающая патогены глубже в дыхательную систему. Если вы ее сопровождаете правильно. Вы употребляете достаточное количество жидкости. То образующаяся в дыхательной системе мокрота будет жидкой. И дренаж дыхательной системы будет происходить. Вы вновь в безопасности. Как правило, при этом температура, если вы правильно сопровождаете грипп, находится в диапазоне 38-39 градусов по Цельсию. Это прекрасная температура. Это антибиотик широчайшего спектра действия. Который осложняет жизнь не только вирусом гриппа. Но и другой патогенной микрофлоре. Которая может шалить в вашем организме. Фактически вы проводите самоочищение. Но! Важно температуру поддерживать именно в этом диапазоне. Если вы температуру сбили. Вы затормозили иммунный ответ своего организма. И вероятность развития осложнений у вас резко возрастает. Если температура пошла выше 39 градусов. Это говорит, что вы неправильно сопровождаете грипп. И в данном случае чаще всего появляются или присутствуют головные боли. Боли в суставах, мышцах. Ухудшается общее самочувствие. Свидетельствующее о том, что грипп сопровождается вами плохо. Одновременно может не хватать воды на очищение вашего организма через почки. И снижаться количество мочи. Но самое опасное в другом месте уменьшается количество мокроты. И увеличивается ее вязкость. Мокрота может быстро перекрывать мельчайшие бронхи. И вызвать сливную пневмонию. Иными словами, перекрыть дыхательную поверхность достаточно жестко. И вызвать острую дыхательную недостаточность. Поэтому грипп нужно сопровождать правильно. Контролируя его определенные показатели. И ведя соответствующий образ жизни. А именно постельный режим. А именно проветривание помещения. А именно увлажнение воздуха. А именно увлажнение вас, вашего организма. Путем употребления жидкости в разных видах. Но без патагонного эффекта. И с исключением продуктов питания как таковых. Энергия вам пищи в данном случае не нужна. Потому как вам важна скорость всасывания жидкости из желудочно-кишечного тракта в кровь. Откуда она может распределяться? В первую очередь на потение, на охлаждение вашего организма через кожу, через легкие. Если воды хватает, температура выше 39. Не идет. Если воды не хватает на охлаждение, температура пошла выше. Автоматически в легких воды уже не хватает. Там тоже работает испаритель, помогающий поддерживать температуру в правильном диапазоне. И пошла густая мокрота. Вероятность развития осложнений у вас возрастает. В параллельный процесс вы видите, как падает количество образующейся мочи. Потому как лишней воды в вашем организме нет. Самоочищаться ваш организм уже не может. Основная система очищения, в данном случае почки, работает плохо. Вероятность развития интоксикации возрастает. Выраженность интоксикации возрастает. А соответственно, различные осложнения, которые могут быть связаны с гриппозной инфекцией, они также возрастают. Что делать я вам уже сказал? Достаточное количество воды. Особенно важно пить ночью. Многие до вечера еще пьют. А дальше ложатся спать. Вы не спать должны, а дремать. Тем более, что температура при гриппе не способствует полноценному здоровому сну. И каждые час-полтора-два вы должны просыпаться и стаканчик воды с чем-нибудь либо просто воды выпить. Вот тогда ваш организм, получая достаточное количество жидкости, будет в комфортных условиях вырабатывать надежную иммунную защиту. Но! Если вы хотите ускорить процесс, о негативных последствиях я расскажу прямо сейчас. Чтобы быстро вылечить грипп, нужно правильно помогать своей иммунной системе максимально быстро выработать иммунный ответ. А не бороться с собственными проявлениями гриппа. В этой борьбе вы можете попасть на неблагоприятные последствия как в ближайшей, так и в отдаленной перспективе. Если для облегчения носового дыхания, улучшения общего самочувствия вы выбираете согревание конечностей. Можно парить ноги. Лучше согреть кисти рук. Рефлекторно улучшается кровообращение и облегчается носовое дыхание. Либо коротким курсом используете сосудосуживающие препараты, эфирные масла. Вы получаете искомый лечебный эффект без неблагоприятных последствий на перспективу. Однако если вам выбрано такое средство как отвар коры дуба. Либо другие лекарственные растения, содержащие много дубильных веществ. И вы с их помощью пытаетесь обработать слизистую полностью носа. Слизистая погибает. Причем необратимо. Аналогичное действие могут оказать соли тяжелых металлов. Либо перекись водорода. Либо можно йоговским способом прочистить нос. Это очень красиво выглядит. Когда йоги заводят веревочку какую-то или жгут. И так демонстративно, классно прочищают нос. Но! Слизистая полость носа покрыта мерцательными эпителими. Иными словами ворсинки помогают механически очищать воздух от разнообразных патогенов. Не важно это будут бактерии, вирусы, либо что-либо иное. В данном случае погибший эпителий не дает такой возможности вашей дыхательной системе. Причем не только здесь и сейчас. В то время, когда вы лечите грипп. Но и на перспективу. И вы уже сейчас должны паковать чемоданы. И переезжать в экологически более благоприятный регион. Чтобы ваша дыхательная система не перегружалась теперь различными нежелательными для нее веществами. И чтобы легкие могли верой и правдой служить вам достаточно долгое время. Чтобы понять в полной мере как вы можете себе навредить. Перейдите по ссылочке, которая есть в этом видео на первое видео серии «Как правильно дышать». И посмотрите, что нужно делать правильно для того, чтобы легкие, хозяин энергии работали исправно. Верой и правдой служили вам не просто многие годы, а и десятилетия. Без осложнений. Точно так же я бы не советовал бороться с сухим кашлем, используя средства, стимулирующие образование слизи. Слизь в дыхательной системе образуется и без этого. Вопрос, как сделать так, чтобы слизь была жидкой. Да, можно разными средствами разжижать слизь. Но ключевое вещество в составе слизи одно – это вода. Если вы воды пьете достаточно много, то и слизь образуется жидкая. Одновременно вы получаете и очищение организма, и охлаждение. Все идет параллельно. И в данном случае вы находитесь в безопасности. Если вы будете подавлять кашель, а мокрота в дыхательной системе образовалась более густая. А кашлевой рефлекс – это защитная реакция организма, направленная на самоочищение дыхательной системы. В которой основное движущее вещество – это слизь, которые могут прилипнуть все что угодно. И с помощью кашля вы очищаете свою дыхательную систему. И даете возможность ей работать и далее более эффективно. Если один комочек слизи где-то забьет какой-то бронх – развивается очагов пневмонии. Если вам систем на воды не хватает – таких комочков может быть много. И очагов пневмонии в легких может быть тоже много. И дыхательная поверхность жестко перекрывается с быстрым развитием острой дыхательной недостаточности. Если вам удастся из нее с помощью медицины – тут уж грипп лечить в домашних условиях не получится. Это лечится в условиях реанимации и в том случае, если там есть дыхательный аппарат. В данном случае, если вам удастся выйти, вы остаетесь инвалидом достаточно серьезным. Потому как обойти дыхательную систему и напитать организм нужным количеством кислорода достаточно сложно. Но! Если вы грипп сопровождаете правильно, то вы его и быстро вылечите. А это 5 суток нужно для вашей иммунной системы, чтобы выработать специфический ответ. И навсегда поставить этот вирус в ряд инфекций укращенных. То есть не опасных для вашего здоровья. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. А в следующем видео я начну новую серию видео под названием «Как правильно пить воду?». Большинство ломает голову. Как же правильно? Сколько правильно пить воды? 1,5 или 2 литра? Ответов на этот вопрос значительно больше. Правильных ответов. И они меняются для каждого человека в зависимости от разных условий, в которых он находится. И эту очень важную серию видео вы начнете просматривать, если вы подписчик моего канала. Буквально со следующего видео в нем появятся основные особенности. Как же правильно пить воду для вашего здоровья? Как правильно управлять этим процессом? А на этом я буду это видео заканчивать. Если оно вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Можете отметиться в комментариях. Если вы не подписчик канала. Чтобы вы не пропустили очень важную тему воды для вашего организма. Не забудьте на него подписаться. Ну а я надеюсь, что это видео появится достаточно скоро. До новых встреч на моих каналах! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok